всем привет вы на канале честный предприниматель и сегодня мы говорим про такую очень актуальную для многих предпринимателей тему как земельный участок для глэмпинга где искать какой участок искать как сделать так чтобы это было подешевле если какие-то хитрости и способы могут ли прийти к вам с проверкой и что будет за нарушение все это мы сегодня расскажем почему вообще всех стали интересовать глэмпинги ну что их средства относительно недорого можно начать там с двух-трех домиков и потихонечку при наращивании капитала количество домиков может быть увеличено или скажем так палата быстрая окупаемость ну и достаточно интересный формат то есть этим бизнесом просто интересно заниматься популярность конечно же то есть это просто стало модным все идеи у предпринимателя рождаются в голове это классно но они всегда должны быть основаны на юридической почве земля которая уже готова к тому чтобы вы просто ее купили построили на ней домики начали работать всегда будет стоить достаточно дорого это будет сильно дороже чем начать работу с нуля на недорогой земле и подготовить ее к строительству глэмпинга это первое что нужно понимать то есть на самом деле для строительства такого объекта земельный вопрос это самое главное что нужно решить вначале так вот какой земельный участок мы будем искать нас будет интересовать сочетание двух характеристиков эта категория земли и вид разрешенного использования всего существует семь категорий земли из них глэмпинг возможно построить всего на трех это земли населенных пунктов это земли природоохранного назначения и земли гослес фонда здесь самый подходящий вид разрешенного использования на котором вы смело можете строить свой глэмпинг это гостиничное обслуживание и целая категория 50 в классификаторе видов разрешенного использования это отдых рекреации и все что туда входит в эту категорию то есть все под категории но нужно понимать что земельных участков которые находятся на землях населенных пунктов подходят по расположению под глэмпинг то есть находятся в живописном месте да еще и имеют вид разрешенного использования гостиничное обслуживание такие земли будут стоить немаленьких денег поэтому что делает большинство находит достаточно большой земельный участок ну в районе 30 и 50 соток у кого-то больше кому-то удается найти гектар живописном месте в населенном пункте земли по джс и начинает либо дробить это все на отдельные участки либо строить изначально на большом участке много маленьких домиков но это идеальный вариант и вариант не бюджетный теперь возьмем более бюджетный вариант когда в населенном пункте вы просто находите крайне обычный земельный участок достаточно живописный вид с которого открывается или который за ростом интересной растительностью может быть есть даже какой-то небольшой уже водоем на территории этого участка но вид разрешенного использования у него и же стоит для строительства жилого дома и начинаете на нем выстраивать свой глэмпинг там несколько домиков взяли поставили один зарегистрировали остальные вот просто стоят как гостевые дома формат принципе рабочий но законным его назвать к сожалению нельзя вопросы к вам начнутся когда вы начнете зарабатывать неплохие деньги когда вы раскрутитесь и когда начнете рекламировать свой объект как глэмпинг то есть ваша реклама ваше заявление о том что ваш объект фактически работает как объект туризма может стать причиной сделать проверку есть совершенно реальные случаи когда такие объекты проверяли глэмпинги закрывали доначисляли за все коммунальные услуги какие только можно за электричество за воду все что было подключено к сетям потому что объект фактически предпринимательский он работает как гостиница а позиционируете вы его по документам как жилой дом слышала я недавно у скажем так нашего коллеги на одном из вебинаров такой способ взять себе земельный участок под глэмпинг как найти достаточно большой массив пустой то есть еще не заняты земельными участками территориальной зоне под жилую застройку живописном месте и начать просто запрашивать муниципалитета участки по кусочкам то есть грубо говоря по 10-15 соток разные участочки набирать себе либо на аренду то есть вы арендуете участок строите один домик там оформляете его как жилой дальше выкупать этот земельный участок следующий каждый участок конечно желательно оформлять на разных людей чтобы вам не сказали чего это вы себе там все решили позабирать боретесь на торгах на эти земельные участки чтобы никто между вами там где-то не вклинился и таким образом выкупаете себе по чуть-чуть по кусочку достаточно большую территорию до на каждой территории есть свой дом который зарегистрирован как жилой по закону вы можете жилой дом сдавать краткосрочную аренду это не запрещается то есть это может делать любое физлицо но как только вы на каком-то сайте на каком-то агрегаторе куда у вас будут идти бронирование а без этого вы вряд ли справитесь то есть вряд ли вы заполните свои дома если никуда не зайдете ни на какой агрегатор сейчас даже авитоциан и прочие сайты они уже дают понимание что это за объект то есть единый это объект база отдыха глэмпинг или все-таки отдельный частный дом так вот когда вы заходите снова с рекламой или с позиционированием вашего объекта что-то единый объект и единая база единый глэмпинг где стоит несколько домиков опять же сразу же возникнут вопросы к тому как вы ведете свою предпринимательскую деятельность это не краткосрочный найм это уже единый объект все-таки это туристический бизнес это гостиничный бизнес поэтому на мой взгляд идея взять под и же с вот много много участочков и все это дело оформить ну как по сути сделать единый глэмпинг на этой территории мне кажется она не жизнеспособной и очень быстро приводит к закрытию то есть фактически вы занимаетесь нецелевым использованием земельного участка про вторую категорию земли природоохранного назначения я к сожалению не могу дать много информации потому что у нас у самих нет опыта работы с такой категории земель но на них разрешено строить гостиничный бизнес то есть тоже нужно найти такие участки где есть возможность вообще применять такой вид разрешенного использования как гостиничный бизнес участки такие стоят дешево не будут земли гос лес фонда на самом деле на торги выходит достаточно много таких участков которые изначально предлагаются фактически под глэмпинги но построить там капитальное жилое строение нельзя для того чтобы построить любой объект будь то просто проложить какую-то дорожку поставить баню или поставить ваши палатки на платформу вам нужно делать проект проект согласования проект рекультивации то есть участок вам будет дан в аренду на определенное количество лет обычно это примерно 49 лет выкупать такие земельные участки нельзя они всегда будут являться собственностью государства и нужно много-много-много согласований сделать да но зато вы можете найти себе хороший действительно лесной участок поставить глэмпинг отработать на нем качественно это аренду можно будет переуступить в дальнейшем то есть фактически вы можете построить бизнес и в дальнейшем его продать уже работающий бизнес тема интересная но требуется определенных финансов определенных знаний для того чтобы все это дело согласовывать и делать грамотно земли сельскохозяйственного назначения вот они интересуют сейчас абсолютно всех потому что земля это самая недорогая условно вот допустим у нас есть участок под глэмпинг мы его брали это земли сельхозназначение во владимирской области 2 гектара имеют кадастровую стоимость всего 66 тысяч рублей то есть налог там порядка 1200 если я не ошибаюсь в год совершенные копейки что здесь вы не можете просто так взять купить землю сельхозназначение поставить там домики и начать работать такие глэмпинге сейчас закрывают один за другим но есть несколько нюансов которые позволят вам купить такую землю и начать на ней работать совершенно официально оказывать там фактически гостиничные услуги значит первый момент это если вы занимаетесь уже сельским хозяйством если примерно 70 процентов дохода у вас идет от сельского хозяйства и больше вы можете поставить там домики и сдавать их заявляя что это сельский туризм это разрешено это приветствуется но основная деятельность это все-таки сельское хозяйство второй момент он относительно новый но он очень интересный если ваш земельный участок зарос лесом на 75 процентов и более вы подаете уведомление в определенную станцию после чего вы можете использовать этот земельный участок как лесной то есть в принципе делать то же самое что и на землях гослисфонда с разницей только что этот земельный участок стоит недорого находится в вашей собственности и вам не нужно согласовывать все ваши действия и вот эта тема нам кажется самой интересной именно такой участок мы выбрали себе пока мы его продаем посмотрим что из этого получится что еще касается сельхозки то в последние годы и и просто уже не дают в собственность то есть если вы сейчас найдете свободный сельскохозяйственный участок запросить его на аренду в муниципалитете например московской области вам дадут на аренду менее трех лет три года это предел а выкупить сельхозку можно только после того как вы про арендовали три года но после трех лет вы заключаете новый договор и все начинается заново то есть фактически делают все чтобы она не уходила больше никому в собственность более того если вы хоть раз покупали сельхоземлю вы знаете что у наших муниципалитетов есть приоритетное право покупки участка то есть вы нашли хороший земельный участок у кого-то да там у частного лица какого-то договаривать с ним на сделку отправляете всю сделку в росреестр вам делают приостановку говорят несите отказ от муниципалитета от приоритетного права выкупа вы идете берете этот отказ или они иногда присылают согласие и могут недавно слышали например кишаческий район люди хотели участок себе под глэмпинг а администрация этот участок перекупила то есть у частного лица землю снова выкупило государство и теперь этот земельный участок уйдет на аренду кто может проверить в вашу деятельность и ваш земельный участок первых это конечно администрация муниципальный контроль вторых это роспотребнадзор рост сельхознадзор росреестр по нецелевому использованию земли и даже прокуратура заходя в гостиничный бизнес вы должны понимать одну очень важную вещь абсолютно довольных клиентов не бывает нигде и вот в гостиничном бизнесе сожалению встречаются регулярно люди вот даже как бы вы ни старались они все равно будут чем-то недовольны а поскольку законных рычагов давления на вас собственно как предпринимателя не так много они будут пользоваться вот этими всеми возможными способами вам навредить и самое простое это реально натравить на вас проверку соответствующих органов обычно все конечно заходят сначала с налоговой но с налогами то если у вас все в порядке обязательно кто-нибудь да дойдет до момента того как оформлен ваш земельный участок что это за земля как вы оказываете свою деятельность основное к чему конечно же у нас собирается проверка это порча почвенного покрова при этом даже если ваши строения стоят не на фундаменте фактически это просто палатки на четырех столбах все равно даже если это просто палатки это перекрытие почвы когда вы заходите такой бизнес как глэмпинг который казалось бы легкий интересный на самом деле это конечно же не так то здесь серьезные юридические риски самый главный вопрос здесь всегда это земля земля дешево здесь стоить не может либо нужно очень постараться чтобы найти такой земельный участок то есть для того чтобы стартовать этим бизнесом нужны хорошие финансы на строительство домиков на строительство инфраструктуры на юридическое оформление на юридическую поддержку потому что либо вы платите юристу и делаете все по закону либо вы платите людям которые будут закрывать на все это глаза вот третьего варианта здесь просто нет что касается того что ой да мы купим любой земельный участок недорого главное место красиво а дальше категорию поменяем вид разрешенного использования поменяем это очень непростая история затратная как по времени то есть на это уйдут годы иногда десятилетия ну и по деньгам соответственно обычно нужно еще административный ресурс пока вы будете это все оформлять переоформлять у нас волна глэмпингов уже закончится люди уже этой темой насытятся и вы зайдете на рынок который уже насыщен поэтому приступая сейчас к организации этого бизнеса нужно 10 раз подумать взвесить все за и против собрать определенный капитал и делать уже с умом подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии обязательно заходите в наш телеграм-канал где мы рассказываем как искать земельные участки как на них зарабатывать как их оформлять так чтобы это все было законно всем пока